Салават В сводке ГИБДД зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. Не обошлось без пострадавших. В том числе был совершен наезд на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Происшествие произошло вечером 20 октября на бульваре космонавтов. Мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы. 24 октября в 2 часа ночи на улице Пархоменко водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадали 2 человека. Водитель и пассажир доставлены в травматологическое отделение с различными ранами и ушибами. В тот же день, 4 часами позже, на перекрестке улиц Нуриманово-Первомайское произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-21099 и автомобилей ВАЗ-2107. В результате ДТП пострадали 3 человека. Они доставлены в городскую больницу. За неделю в сводке огнеборцев зафиксировано 7 пожаров. 21 октября на строителе 47 около 9 вечера в результате пожара в однокомнатной квартире огнем повреждены диван, кресло, наличные вещи, полы. Причины предварительно называют неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Погибших, пострадавших нет. И новости из городского родильного дома. Криком о рождении порадовали родителей 20 малышей, 10 мальчишек и 10 девчонок. Поздравляем родителей! А сейчас о знаковых событиях минувшей недели. Жители Салавата уже во второй раз поддержали мальчика Мишу Николаевского, которому необходима финансовая помощь для проведения дорогостоящей операции. Восьмилетний Миша Николаевский хочет стать полноценным ребенком и слышать мир. Для этого его мама делает все возможное, чтобы собрать необходимую сумму на операцию, которая состоится летом 2020 года. Неравнодушные жители города вносят посильный вклад, ведь важна любая помощь. Сегодня устраивается благотворительный концерт с помощью директора дворца, которая пошла мне навстречу и услышала мой крик о помощи Светлана Александровна. И, наверное, предыдущий благотворительный концерт тоже сыграл свою роль. И сегодня творческие коллективы Дворца культуры нефтехимиков будут работать для нас бесплатно, чтобы нам помочь и собрать здесь как можно больше людей, чтобы получилось собрать как можно больше денег. Я не буду долго говорить по поводу того, что необходимо помощь людям оказывать и так далее. Вот я в этой ситуации и детям говорю, когда ходила по классам, приглашала присоединиться родителям, что, собственно, человек отличается от животного не умом. Есть очень много животных, которые сообразительны, почти как человек. Человек отличается от всех остальных представителей, населяющих планету, прежде всего, состраданием к тем, кому плохо. Напомним, у мальчика микротия ушной раковины, отсутствие слухового прохода и тугоухость третьей степени. Почти полгода назад мама Миши Николаевского смогла добиться встречи и консультации с американскими врачами, которые согласились прооперировать ее сына и подарить ему новую жизнь. Жизнь, которую он сможет прожить как полноценный человек. И с этого момента началась активная работа по сбору средств на операцию. Сумма неподъемная для любой семьи. У Николаевских осталось меньше года, чтобы собрать необходимые средства. Вопрос организации по борьбе с незаконным оборотом алкоголя подняли на очередном заседании Совета при отделе МВД. Этот вопрос является одним из актуальных на сегодняшний день, так как рынок нелегального алкоголя составляет порядка 20-30% по стране. Согласно статистических данных, в различных регионах страны наблюдается повсеместный сбыт контрафакт на алкогольные продукции. На данный момент принимаются активные меры для борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. На законодательном уровне на сегодняшний день произошло ужесточение мер. Эти меры направлены на то, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан. В последние годы законодатель ужесточил административно-правовую и уголовно-правовую ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции. Нарушение скоростного режима как один из факторов, влияющих на последствия дорожно-транспортных происшествий, и как следствие заставить водителей соблюдать скоростной режим, означает минимизировать число пострадавших в ДТП. Направлены письма и рассмотрен вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации городского округа города Салават, где нами был рассмотрен вопрос, инициирован, то есть на рассмотрение вопрос об установке на определенных участках нашего города камер фото-видеофиксации, установки искусственных неровностей и тому подобное, то есть те ограничивающие элементы, те приборы, которые заставят водителей снижать скорость. Одно из предложений – установка камер, которые фиксируют скорость не в каком-то конкретном месте, а среднюю скорость на участке дороги. Это предложение было озвучено для участка улицы Зеленой в районе поворота на комбинат. То есть так, как было раньше, то есть проехав, снизив скорость только под камерой и дальше разогнавшись, сейчас такое, то есть уже искореняется. Сейчас, то есть на протяжении всего пути следования, то есть будут устанавливаться эти камеры, как и по трассе Уфа-Оренбург, на федеральных трассах, и вот мы хотим, чтобы в городе у нас тоже установили, которые именно вычисляют среднюю скорость автомобиля за определенный отрезок пути. В декабре месяце в нашем городе планируется провести крупномасштабный республиканский форум «Территория роста» для учеников девятых классов с целью знакомства их с различными сферами жизни города – культура, спорт, молодежная политика, средства массовой информации и другое. На сегодняшний день проводится подготовительная работа. О планах форума в следующем репортаже. Пять разных тематических площадок, 1200 школьников, преподавателей, приглашенные гости-хедлайнеры. Все это планируется уже в декабре месяце в Салавате. Крупный форум для молодежи «Территория роста» будет проведен именно на базе нашего города. Сегодня проводится масштабная подготовительная работа. Это и обозначение объектов для проведения мероприятий, разработка сценария и питания участников форума. Работа предстоит объемная, поэтому медлить ни в одном вопросе нельзя. В течение нескольких дней город посетят представители различных министерств и ведомств республики, которые посмотрят площадки, предложат свое видение проведения мероприятия. И первыми оценили подготовку представителей Министерства молодежной политики и спорта, которые, собственно, и являются главными организаторами всего праздника. Мы проехали все площадки и в целом у нас есть понимание, как все будет происходить. Мы, в принципе, обговаривали на каждой площадке примерно ее содержание и наполнение. Сейчас, конечно, самый большой вопрос вызывает открытие и закрытие, потому что оно в несколько подвешенном состоянии. Еще раз к этому вернемся. Великолепная платформа в городе Салаватия, великолепные абсолютно вот эти объекты, которые позволяют смодерировать любые, абсолютно любые, завести туда по содержанию события и любые формы работы. Представители Министерства, отвечающие за спорт, посмотрели площадку, где будет работать их зона, определили примерный план и количество участников, оценили возможности. В целом в Салавате созданы все условия для проведения мероприятий столь высокого уровня. Резюмировали проверяющие. Коллеги предложили новую идею, это зарядка с чемпионом. Провести для всех 300 человек, они приходят все в спортивной форме, во второй обуви проводится зарядка. Здесь же в зале тоже идею дали провести прием нормативов ГТО для желающих. Где-то какие-то некие площадки, мастер-классы мы будем укрупнять, некие будем локализировать, исходя из возможностей вмещаемости тех или иных аудиторий, исходя опять же из тех направлений, которые будут определены совместно с вами в ближайшие дни и непосредственно в проработке с органами исполнительной власти. Вообще вот мы с коллегами как раз таки договорились, что по итогам каждого дня, по итогам каждого выезда мы будем с этими ведомствами встречаться, которые как раз таки будут уже привозить вот эту скомпилированную, собранную информацию и как раз таки делать общий свод. Время проведения форума «Территория роста» – середина декабря. Ну а до этого времени ожидается работа по подготовке и отслеживание всех нюансов. Светлана Халитова, Ильнур Зязьдинов, телекомпания «Салават». 20 октября республика отметила столетие со дня рождения поэта и драматурга Мустая Карима. Мустафа Сафич опубликовал более ста поэтических и прозаических сборников, свыше десяти драматических произведений. Его творчество стало наследием миллионов читателей, а личность обрела культовость. В Салавате праздничные мероприятия, посвященные столетию Мустая Карима, продолжились в минувшие выходные. В культурно-досугом центре Агидель состоялся концерт, организованный Управлением образования. А городские артисты представили творческие номера на русском и башкирском языках. Для школьников города это была вторая учебная суббота. В Салавате, как и во всей республике, она прошла под знаком столетия республики и великого башкирского писателя. Гостями этно-субботы стали салаватцы всех возрастов. Начали наше мероприятие с проведения диктанта в школах. И сегодня часть детей здесь вместе с нами на большом мероприятии, а остальные дети в школах проводят этно-субботу. К чрезвычайным ситуациям и к зимнему периоду салават готов. Смотр техники, организованной накануне на площади у историко-краеведческого музея, это в очередной раз доказал. В преддверии приближающегося зимнего периода прошел смотр техники, которая используется при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Свои технические средства продемонстрировали спасатели, водоканал, электросети, газсервис, пожарная охрана, коммунальные и транспортные службы. У нас в данном мероприятии было запланировано водное, то есть каждая организация была дана водной, то есть с аварийной ситуацией, и каждое предприятие должно было эту водную отработать. Они должны были сами рассчитать, какие силы и средства необходимы для ликвидации аварийной ситуации. Впервые на смотре представила свою новейшую технику и предприятие «Флора». Во время мероприятия глава города Динар Халилов вручил директору ключи от нового комбинированного автомобиля, который станет хорошим помощником в уборке улиц как в осенне-зимний, так и в летние периоды. Сзади меня стоят две техники, две единицы техники. Мини-трактор «Фотон», который работает сейчас в центральном парке, подметает тротуары, дороги. И дальше стоит «КамАЗ» комбинированная техника, которая будет содержать дороги в зимний период и в летний период поливать дороги. Это все будет работать на благо города, чтобы город был чище. Городской парк культуры и отдыха преобразился еще больше. Здесь поселились новенькие ели и рябины, которые были высажены силами сотрудников градообразующего предприятия, а также представителями администрации нашего города. Грабли, лопаты, перчатки, ведра с водой. Вооружившись всем этим, неравнодушные к экологии люди вышли на посадку саженцев. 150 корней рябин и столько же ели теперь украшают городской парк культуры и отдыха. Новые аллеи «Газпромнефтихим Салавата» появились вдоль беговой дорожки, а также в районе спортивной площадки. Новые аллеи «Газпромнефтихим Салавата» «Свою жизнь и посадил человек» каждый раз – это трепетное и знаковое событие, которое запоминается на долгие годы. Дельбар Мустафина, заместитель главы города, помнит, как школьницей в четвертом классе она посадила свое первое дерево. И вот сегодня она не осталась в стороне от акций и внесла свой вклад в преображение парка. Я даже чувствую, когда открывается елка, я уже понимаю, что это живое существо, оно такое же, как ребенок, вскрывается. И дарит какую-то радость, тепло. Я не знаю, прям запах уникальный, конечно. Красивый, молодцы господи. Именно вот большие длинномеры взяли, и технологию все очень верно сделали. А в рамках юбилейной даты для Совета городского округа в Историко-Крывеческом музее организовывается выставка «Советом 65 лет. Вехи истории». Выставка будет располагаться в двух залах музея. В малом зале будет оформлена инсталляция служебного кабинета председателя исполкома, а в большом зале будут представлены материалы об истории Совета. Главная цель, главная задача организаторов выставки – вызвать интерес к депутатской деятельности, а еще показать, что с самых первых дней и до настоящего времени Советы стремились сделать город чище, краше, комфортнее для проживания. Здесь будут представлены сведения о деятельности Совета за эти годы, а также формы и методы депутатской деятельности. Вместе с развитием Совета развивался и сам город. Строились дома, больницы, детские сады, школы. Не забывали и о культурной жизни салаватцев. Дома культуры, кинотеатр Родина – все это создавалось при непосредственном участии депутатов. Особо бурно, бурного развития достигла деятельность городского совета в период, в 70-е, 80-е годы, когда председателем совета был избран Богданов Иван Антонович. Здесь тоже появилось очень много объектов. Ну, во-первых, 1200 семей за этот период справили новоселье. Именно в этот период были снесены бараки. В этом тоже уникальность нашего города. Построены 10 школ, детских садов, дворец пионеров, 3 дворца культуры, 3 санатория-профилактория. В общем, город преображался на глазах. Окунуться в прошлое, почувствовать жизнь и работу, позволяет выставка, которая уже совсем скоро, в начале ноября, откроет свои двери для горожан. Капитальный ремонт крыши, взаимодействие с управляющей компанией, трудовые вопросы. На прием граждан по личным вопросам в главе города записываются саловаться для того, чтобы найти решение самых насущных проблем. Очередной прием посетила и наша съемочная группа. В мае в доме номер 10 по улице Строителей случился пожар. Полностью сгорела одна из квартир на втором этаже. Погибли две женщины, огонь повредил кровлю. Жителям дома было предоставлено жилье из маневренного фонда. Прошло уже немало времени, и они ждут ремонта крыши. На прием главе администрации приходят уже не в первый раз. Я сначала переехала к сыну, думала, что это месяц-два, не больше. А потом, когда узнала, что это все затянется, мне выделили квартиру двухкомнатную. Я, конечно, не обижаюсь. Сейчас мы живем день от дня, чтобы занялись ремонтом нашего дома. Как дождик, все это капает, льется. Вчера отопление подключили, все приходили. Сегодня теперь каждый день будем приходить, а вдруг там протечки какие-то. Главный вопрос, который волнует всех, почему кровля здания до сих пор не отремонтирована. Нужно было решить с рекоператором этот вопрос. Рекоператор на это не шел изначально. В итоге мы договорились, что все-таки он сделает. Получается, вас с конца, с хвоста очереди вперед поставили. Ну, потому что, входя в вашу сложную жизненную ситуацию. Такие деньги, они бюджетные деньги, они должны пройти через аукцион. Документы готовятся на аукцион определенный период проходит. Аукцион сам идет, 45 дней все это занимает примерно. Аукцион состоялся, нет, сейчас? Нет, еще нет. Вот он сейчас еще не состоялся. В конце октября состоится. Вот он состоится, аукцион, да? И наша задача сейчас, чтобы после аукциона, у них еще 10 дней на подписание договора есть. Они еще отказаться могут, те, кто выиграли. Приедут, посмотрят, скажут, нам неинтересно это делать. Но наша задача сейчас, чтобы он 10 дней не ждал, чтобы он как только подпишет, сразу же зашел на ремонт этой работы. Это, к сожалению, такой порядок, это закон такой есть. Региональный оператор включил дом в программу ремонта подъездов. Электромонтажными работами займутся городские электросети. В квартирах подали отопление. Спрашивают собственники квартиры о платежах за жилье, в котором фактически они не проживают. Вот помните, когда вы были у меня в кабинете, когда вы приходили втроем, Сопин вам сказал, напишите заявление, приложите акт из пожарной части, а с остальностью пожара, управляющую компанию. Управляющая компания обязана с этого момента перестать вам начислять. Коммуналки там нету, остается только содержание. Из содержания у вас остается один дворник. Вы вот в этом доме, кроме как содержание пролегающей территории, никаких видов работ с 4 мая не производили. Какие? После пожара мы в мае разбирали кровлю, складировали ее пока на газоне возле дома. В июне мы это все вывезли, и окна первых и вторых этажей мы заколотили профлистом, чтобы вандализма, мародерства не было. Потом на дверях повесили замки. У нас даже аварийная служба один раз туда пришла. Я понял вас. Были работы по консервации здания? Да, в июне. Очень много было работы. Какие-то работы, наверное, справедливыми являются. Возмущение людей вызовут работы, если вы там напишите полы и мыли, или что. То есть, вот разложите, чтобы они согласились с вами, что да, надо было окна заколотить, надо было двери в замки повесить, в замки эти купить. Они же тоже трезвые мыслящие люди, поймут. Там получатся не такие большие деньги, если бы вы этот дом содержали бы полноценно. Правильно? Да. Соответственно, там какие-то элементарные счета могут выставить. Они будут намного меньше, чем... Я теперь поняла, что да, но не так, как всегда. Это только по факту сделанных работ. Сейчас первостепенная задача сделать так, чтобы Новый год люди встретили в своих квартирах. В рамках закона делаем все, я вас уверяю. Как Новый год мы будем в своих квартирах встречать? Я очень хотел бы это сделать. Я бы хотел, чтобы до Нового года мы с вами это собрание собственников-то провели. Будьте уверены, что мы этот вопрос стараемся решить и не отходим от него. И мы его решим. Я понимаю, что время идет для вас долго, правильно? Вы каждый день, каждую ночь, каждый вечер этими мыслями живете. Ну что ж, могу сказать. Но главное, чтобы мы сделали. Первый этаж дома на Первомайской. Долгое время занимал арендатор, но перестал содержать помещение, платить аренду и коммунальные платежи. От этого страдает весь дом. И его отсекли. Сейчас вообще обрезал отопление. Да, сейчас жильцы вот уже сколько лет холодновато. Помещение высокое, зимой холодно, окна у него были плохие. Ну вот хотелось бы, может быть, хотя бы через администрацию как-то немножко его все-таки поднажать на него, чтобы он немножко хотя бы платил какие-то суммы. Потому что подали в суд, решение суда есть, он не исполняет это решение. Кроме того, через магазин должен осуществляться доступ в подвальное помещение, которое находится в муниципальной собственности. Сейчас мы запланировали вот на 20-й год смену труб горячей воды. Там проходит как раз в подвале все это. Туда нужен доступ. Мы такие вещи, как подвал с общедомовыми коммуникациями и так далее, должны отдавать безусловное содержание. Чердаки, личные клетки. В практике других городов помещения общего доступа, такие как подвал и чердак, должны быть в собственности жителей. Предварительный итог встречи с главой. Жильцы должны стать хозяевами своего дома. А проблема с недобросовестным арендатором будет решена в скорейшем времени. Марина Кизим, Олег Долгушин, телекомпания «Салават». Ремонт детской поликлиники, которую так долго ждали салаватцы в завершающей стадии. Более того, ограничиваться только зданием не стали. На данный момент идет благоустройство территории. Расширение въездной группы и увеличение парковочных мест. То, о чем так долго просили салаватцы, будет реализовано у детской поликлиники. На данный момент подрядная организация занимается основанием под будущие парковочные места. Прокладываются пешеходные дорожки, а также происходит выравнивание территории слоем чернозема. В связи с многочисленными обращениями граждан о том, что подъехать неудобно, машины негде поставить, было принято решение все-таки здесь, на этом участке, устроить парковочные места, новые подъезды, чтобы можно было и со стороны Ленинградской. На сегодняшний день мы видим порядка на 100-120 машинных мест, мы увеличиваем количество парковок. То есть после завершения всех работ к детской поликлинике можно будет подъехать и со стороны улицы Ленинградской. До сегодняшнего дня возможность подъехать отсутствовало физически. Также будут расширены въезды и установлены новые бордюрные камни. Не забудут и про освещение территории. В целом к вопросу благоустройства нашли комплексный подход. Ситуация с ремонтом в столовой 21-й школы на особом контроле руководства города и прокуратуры. Подрядчик сорвал все сроки и дети по-прежнему не могут питаться в условиях пищеблока. Обработка рук учащихся антисептиком, выпечка и напиток на завтрак – меры, к которой вынужденно прибегнули в 21-й школе города. Ремонт столовой, который продолжается по сей день, заставляет выходить из ситуации с питанием детей только таким образом. У нас было общее родительское собрание, у нас были классные собрания. И Ольга Александровна, и наши педагоги, классные руководители нам объяснили всю эту ситуацию, объяснили, что будет немножко небольшая задержка со столовой. Мы предложили нам два варианта. Либо мы питаемся завтраками привозными, либо мы ходим всей школой питаться в 18-ю школу. Ну, в общем-то, изначально мы, конечно, не хотели никуда вообще ходить, но попробовали. Пару-тройку раз мы сходили, нам это не понравилось. В общем, мы приняли решение, что дети будут питаться в школе и нас все устраивает. Затянувшийся ремонт столовой сам по себе, конечно, не устраивает ни родителей, ни учителей и руководства школы, ни администрацию города. Но подрядчик не спешит исполнять свои обязанности и завершить ремонт. Причина – нет средств. Правда, об этом нам сказали сотрудники школы со слов подрядчика, который, завидев камеры, скрылся через черный ход и отказался сам пояснить причины задержки. В отношении него, наверное, все-таки какие-то особые меры примем. Сами найдем материалы, сами работу организуем, независимо от него. Завершим процесс, на следующий день каникулы начинаются. Они за каникулы кухню приведут, в порядок отмоют уже, и дети после каникул нормально питаться, горячим питанием будут здесь. Предварительной проверкой установлено, что по результатам электронного аукциона между образовательным учреждением и обществом с ограниченной ответственностью СЭМ-сервис заключен муниципальный контракт на производство работ по капитальному ремонту пищеблока школы. Мы видим, что этот ремонт не завершен, несмотря на то, что контрактом был предусмотрен срок окончания работы не позднее 4 октября текущего года. В результате недобросовестного отношения подрядчика к выполнению своих обязательств дети в настоящее время по месту обучения не могут получать полноценного питания. Прокуратурой по настоящему факту будет принят комплекс мер реагирования в отношении недобросовестного подрядчика. Каникулы у детей начнутся буквально через пару дней, а по их окончанию родители учащихся надеются, что дети будут обеспечены горячим питанием, а визит прокурора и главы города на проблемный объект убедил их, что так и будет. А теперь, по традиции, в завершении выпуска гороскоп на будущую неделю. Овны. На этой неделе постарайтесь завершить все текущие дела. После у вас просто не будет на это времени. Тельцы. Новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятными и продуктивными. Не сидите в это время дома, чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. Близнецы. Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подвезти вас. Заранее готовьте запасной аэродром. Раки. У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь авантюру, но звезды предупреждают – не стоит. Львы. Если у вас еще не запланировано романтическое свидание в этот период, пора это исправить. Эта неделя подходит для признаний и теплых объятий. Девы. Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. Любые важные проекты начать в это время рискуют оказаться провальными. Весы. В начале недели вас может ожидать приятный сюрприз, но вопросов после него будет больше, чем ответов. Скорпионы. Вопрос, который не давал вам спокойно спать в последнее время, наконец, удачно разрешится. Зато возлюбленный вряд ли порадует. Стрельцы. Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит принять во внимание. 28 октября. Следует быть настороженно. Вас могут обмануть. Козероги. Лень будет преследовать вас всю эту неделю. Из-за этого могут возникнуть конфликты на работе и в семье. Водолеи. Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить прощения у тех, кого вы могли однажды обидеть. Рыбы. Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать копить или закрыть долги по кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. Это были итоги недели минувшей. А то, каким будет Салават на будущей неделе, проанализируем уже в следующие выходные. Также хочу напомнить, что все сюжеты программы телекомпании Салават вы можете увидеть и посмотреть на официальных страницах ВКонтакте и Инстаграме. В студии работал Равиль Хакимов. А я желаю всем вам здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова